29 октября утром под обстрел попали окрестности Славянска. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях. Около 8 часов 30 минут произошел обстрел окрестностей города. К счастью, обошлось без пострадавших, отметил он. Вадим Лях провел совещание со Славгорводоканалом по обустройству скважин для забора технической воды. По словам начальника славянского городского ВА, до конца текущего года планируется обустроить 20 бюветов в многоэтажной застройке города, микрорайонах, лесной, в центре, химике, ЖД, Бетонмаш. Вадим Лях обратил внимание, что бюветы и скважины не являются полной альтернативой централизованному водоснабжению. Они рассчитаны на покрытие бытовых нужд населения, которая будет обязана или вынуждена остаться на территории громады при прекращении работы системы водоснабжения и водоотвода. Воду из этих скважин нельзя употреблять, она предназначена исключительно для покрытия бытовых нужд. Подготовительное заседание по делу Нелли Игоревны, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, отложили на конец ноября из-за больничного судьи. Вадим Филашкин. Разрушены все города вдоль линии фронта, повреждены объекты критической инфраструктуры, частной и коммунальной собственности. Враг производит обстрелы по всем видам вооружения. Ствольная артиллерия, управляемые авиабомбы, в городах, приближенных к линии фронта, ФИПВ-дроны, сказал Филашкин. Что сказано? Что Россия продвинулась в районе города Часавьяр и на Лиманском направлении в Донецкой области, но продвижение России стало возможным из-за массированных бомбардировок, в том числе с применением планирующих бомб, дронов Камикадзе и дальнобойных средств поражения. И действительно, в последнее время наши украинские военные рассказывают о том, что Россия, которая всегда мясом забрасывала и не берегла жизни своих солдат, в последнее время стала просто забрасывать в фарш, мясорубку уже заправлять. Смотри, я всегда сторонник того, чтобы говорить правду. Правда заключается в том, что в октябре русские захватили порядка 480 квадратных километров украинской территории. Такого территориального успеха у них не было со времен осени 22 года. То есть, да, надо сказать о том, что они серьезно продвинулись вглубь нашей территории на, повторяю, порядка 480 километров квадратных. Это для них, конечно, большой успех. Он не определяющий в войне, но это выход в том числе на выгодные позиции, с которых можно атаковать дальше Донбасс. И не только Донбасс, но и Запорожье, в частности. Хорошо это? Нет, конечно, это плохо. Но это так. То есть мы не замалчиваем это, мы об этом говорим. Российские войска продолжают приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы. Вот так вот выглядит распил денег на обороне Покровска. Денег взяли, зубов этих наклепали, десяток, другой на свалку кинули, и пускай так и будет. Но оно радует, что уже Руся, когда заходить будет, проскочит тут Покровск так, что и хата целая останется. Село Райское, что возле Дружковки, сбитая опора, повреждена воздушная линия электропередач. Частично нет электричества. Эвакуационный маршрут будет начинаться с Константиновки. С 1 ноября жители Покровской громады будут иметь возможность выехать бесплатным автобусом в более безопасные регионы. Эвакуационный маршрут начинается с Константиновки и проходит через Краматорск, Доброполье, Покровск, Днепр и Черкассы. Поврежденный бувдах. Повреждение было на викнах. Меняют сейчас крышу. Эти волонтеры шли у нас по улице. И я как раз в это время была за двором на улице. Они увидели, что у нас повреждения. И предложили поменять на крыше весь шифер, потому что были большие повреждения. Еще в 2014 году тоже были повреждения. И стекла были выбиты. Мы нашли стекла, сами меняли. А в этот раз не получилось. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, на данный момент не знаешь, где можно приобрести строительный материал. Четыре дни. Дах будет сделан. Все будет сделано. Мы помогли женщине по хилому веку. Соответственно, тут у нас были повреждения даха. Также у нас не было тут векон. И была повреждена веранда. Приехали ко мне работники. И сказали, что они могут сделать ремонт бесплатно. У них есть такая организация. Поставили окна. И даже там, где были плохие окна, они заменили на хорошие, пластиковые. И, соответственно, финансирование идет за кордоном. Вся работа у нас происходит уже тут, на месте, в Украине. Мы помогаем людям, которые пострадали от российской агрессии, от прильотов. Мы помогаем с уничтоженными домами, чтобы можно было тут проживать, пережить зиму. В Славянске Краматорского района пиротехники ГЩС при обследовании лесонасаждения обнаружили артиллерийский снаряд 122 мм и ручную осколочную гранату F1. Об этом сообщает Главное управление ГЩС Украины в Донецкой области. Главное управление ГЩС Украины В Краматорском районе используют машину механизирования. Пиротехники службы спасения эффективно очищают территории вблизи села Долина. Сейчас вам будет дать медицинская допомога, спілкуйтесь со мной, понимаете? Дивите, накладаю вам повязку, чуєте меня? Руку, кажу, под голову кладите, будь ласка, оцю руку и перевертайтеся на боку, давайте, на боку так перевертайтеся, приподними трошку руку, трошку руку, пристаньте, будь ласка, зараз. В Краматорске, Славянске и Дружковке полицейские проводят рейды по безопасности несовершеннолетних. Цель – выявление и пресечение таких явлений, как детская безнадзорность, нарушение прав и социальных гарантий детей, а также предупреждение несчастных случаев. Я решил выезжать и с котиком, потому что он домашний, мне его очень жаль, он тоже должен жить, он, можно так сказать, член семьи. Уже страшно стало жить. Почти каждый день город обстреливается. Вот вчера ж, и позавчера прилеты были, и большие прилеты были, и недалеко, где я живу, где мой дом. Может, работу найду, я же еще не на пенсии. Работаю, я и работала так. И в садике, и в школе. Работала, потом садик же разбили, школу разбили. Мне сказали, иди, говорит, сиди дома. Молодцы сидела дома, пока меня муж не взял в монетарку, говорит, пошли, может, куда-нибудь вот это нас переселят. Воды нету. Я воду брала со скважины. Носила воду со скважиной. Для туалета, для стирки, для уборки. Я воду со скважиной носила. Я вчера даже голову помыла со скважиной. Воду принесла и голову помыла. Еда, личные вещи, просто личные вещи. У нас был дом, Клёпандук Екатерина, его полностью разбомбили. Да не только дом. Разбомбили два поселка, вот эти, просто уничтожились. Стерли с лица земли. Переехали в город, здесь жили. Но возле АТС, где там было трижды прилеток, пока не разромили. Больше теперь нет сил. Мы решили из полкома, чтобы у нас была комната для обогрева, чтобы люди, которые едут на эвакуацию, чтобы могли пригреться, в туалет сходить. Уютненько, чистенько. Мы поубирали. Приготовлены студия. Все как надо. Ну, вон, Старцентиновка, Дружковка, Славянский. Краматорск, Покроц, Грузовый, из Курахова, из Селитова люди. На данный час, у нас коротко все новости. Спасибо вам за внимание и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok